Всех приветствуем на нашем канале. Сегодня у нас автомобильное путешествие. Путешествуем мы из Твери до Петергофа по трассе М-11. Нева, она проложена между Москвой и Санкт-Петербургой. И полностью повторяет бесплатную трассу М-10, но в отличие от нее проходит в обход населенных пунктов. Время в пути у нас составит ровно 5 часов, а у вас всего несколько минут. Расстояние в километрах 537 километров. Какие же у нас планы? Мы направляемся в Петергоф. Там мы и будем проживать. Нам хочется прогуляться по Нижнему парку Царской резиденции, увидеть самые главные фонтаны и каскады. А затем мы отправимся в лаконичный военный город Кронштадт. Прогуляемся по его уютному центру. Увидим боевые корабли и форты, которые защищают Петербург. Зайдем в недавно отреставрированный морской собор. Полюбуемся пушками Петровской пристани. Загадаем желание в Петровском парке и увидим боевые корабли Балтийского флота. Что касается платной дороги, кому интересно. Платная дорога Москва-Санкт-Петербург довольно-таки комфортная. Мы очень довольны. Трасса удобная, как видите, скоростная, достаточно комфортная и в плане дорожного полотна, и в плане мест для отдыха, где можно перекусить и сходить в туалет. Итак, мы уже с вами в Петергофе. Петергоф – это небольшой, но знаменитый город, расположенный на южном берегу Финского залива, всего в 29 километрах или 40 минутах езды от Санкт-Петербурга. Он был основан в 1710 году как императорская загородная резиденция. Петергоф в переводе с немецкого языка означает «двор Петра». Ну, а мы уже подъезжаем к отелю, в котором будем проживать. Отель у нас «Новый Петергоф». Здесь мы будем проживать три дня. В чём преимущество этого отеля? Он находится в 300 метрах от центрального входа в Нижний парк, что очень удобно для прогулок по этому парку. Мы приехали на автомобиле, но если вы прилетите на самолёте, то от аэропорта Пуково этот отель находится в 30 минутах езды. Отель «Новый Петергоф» открылся в 2010 году и великолепно вписался в историческую застройку Петергофа. В отеле 150 номеров различной категории имеется платная и бесплатная парковка возле отеля, а также отель находится рядом с собором святых апостолов Петра и Павла. Ну что, пошлите заселяться? Немного пройдусь, покажу вам отель. Мы проходим бесплатную парковку. Здесь вы можете поставить свой автомобиль бесплатно. А ещё есть платная парковка подземный паркинг стоимость 500 рублей в сутки. Ну вот, перед нами, собственно, отель. Здесь находятся два ресторана. Мы потом позже с вами всё посмотрим. Отель состоит из шести корпусов. И у разных номеров, конечно же, будет различный вид из окна. Заселение в отель происходит в 3 часа дня, а выезд до 12 часов. Ну, давайте пойдём заселяться. Мы будем проживать в самом простом номере на базе завтраков. Но здесь, если вы посмотрите на официальном сайте, существуют различные предложения. Например, такие тарифы, как тариф «Лучше, чем дома», сюда входит завтрак и уже ужин, а также дополнительное посещение аквацентра. Есть тариф «Выходные для двоих». Это ужин с бокалом вина и неограниченное посещение аквацентра, а также поздний выезд из отеля. Есть также тариф «Полный пансион», который идеально подойдёт для отдыха с детьми. Здесь трёхразовое питание и посещение бассейна. У нас же самый простой тариф на базе завтрака. В отеле есть багажная комната, где можно оставить вещи и погулять. Также вы видите, что в отеле можно приобрести сразу экскурсии. Ну вот, собственно, багажная комната. При выезде особенно очень удобно оставить вещи. Есть сувенирный киоск. Ну а мы, собственно, направляемся уже в номер. Здесь есть различные банкетные залы, где проходят различные мероприятия и корпоративы. Также есть детская комната. Есть бильярд. Ну и также есть аквацентр. В аквацентре у нас тёплый бассейн, сауны, хамам, джакузи. Также в отеле есть фитнес-зал с современными тренажёрами. Можете взять персональную тренировку. Также в отеле есть спа. Здесь большой выбор уходовых процедур. Можете сделать массаж, принять ванну, обёртывание. Ну, мы, собственно, поднялись на наш этаж. Тут трёхэтажные корпуса. У нас второй этаж. В отеле есть лифт. Нам вот достался номер 3210. Давайте посмотрим, какой у нас номер. Это вестибюль хола нашего этажа. На каждом этаже стоит гладильная доска с утюгом, что очень удобно. Ну, вот, собственно, наш номер. Такие номера располагаются на втором и третьем этаже отеля Новый Петергоф. Что же входит у нас в проживание? Шведский стол. Посещение аквацентра, который мы вам покажем попозже. А это бассейн, финская кедровая сауна, арома сауна, хамам и джакузи. Значит, этот номер посещает с полвосьмого до одиннадцати часов. Ну, и можем посещать тренажёрный зал с полвосьмого до одиннадцати. Как вы видите, в номере есть сейф, есть шкаф, достаточное количество вешалок. В номере есть вай-фай, хорошо работает. Есть кондиционер. Также в номере есть водичка, каждый день пополняется. Также есть чайник и чай, который каждый день тоже вам будут пополнять. Есть маленький холодильничек. Ну, конечно же, он пустой, но очень удобно в путешествии. Особенно, когда сейчас очень жарко, даже в Петергофе. Ну, это различные мероприятия, которые проходят, афиша мероприятий на август. Что хочется сказать по стоимости. Сейчас, естественно, самый горячий сезон. Понятно, что цены выше, чем, например, в сентябре. А если вы будете брать в сентябре, то в октябре, естественно, они будут ниже. За номер этот за три дня мы заплатили с пятницы по понедельник 29 тысяч. Но надо смотреть на официальном сайте. Каждый день разная цена. В номере есть халаты, есть тапочки. Мы проходим с вами в ванну. Зубной набор или бритвенный набор вам предоставят по звонку. Достаточное количество полотенцев. В номере в ванну. Все очень чисто. Есть набор косметических принадлежностей. Такие как шампунь, гель, лосьон, шапочки для душа. Все очень чисто и комфортно. Кондиционер работает хорошо. Все сверкает, все блестит. Очень комфортный номер. В ванной комнате есть фен. Но что еще хочется сказать? Ну, так как у нас самый простой номер, то вид у нас выходит на соседний корпус. Либо такие номера могут выходить еще на проспект. Окна у нас не открываются. В более дорогих номерах окна открываются. Ну, и, конечно, здесь максимальное размещение, ну, два человека. Мы подробно показали вам наш номер, в котором мы будем проживать. Ну, а теперь давайте прогуляемся. Что находится рядом с отелем? Еще раз хочется сказать. Выбрали этот отель из-за того, что у него шикарнейшее расположение по отношению к Нижнему парку, к собору святых Петра и Павла. А также из-за того, что в отеле есть бассейн. Ну, вот мы с вами прогуливаемся, любуемся. А перед нами первый в мире памятник профессионалам фонтанного дела. Это фонтанчик. Это собирательный образ всех представителей уникальной профессии, благодаря которым вот уже более 300 лет мы можем наслаждаться такой красотой. Мы с вами находимся в сквере на торговой площади, которая расположена прямо рядышком с отелем «Новый Петербург». Здесь у нас цветные музыкальные фонтаны, которые в начале каждого часа, начиная с 11 и до 22 часов, работают как в будни, так и в выходные. А перед нами собор святых апостолов Петра и Павла, который находится рядом с отелем «Новый Петербург». Смотрите, удивительный по своей красоте собор. Он виден за многие километры от города и по праву считается великим храмом Российской империи. И чтобы в этом убедиться, необходимо увидеть этот храм своими глазами. Окруженный зелеными деревьями, он возвышается над кронами и уходит куполами прямо в небо. Его высота достигает 70 метров. Собор Петра и Павла является одним из символов Петергофа и России в целом. Здесь ощущается особая атмосфера, поражает своей торжественностью и грандиозностью. Собор поражает своей красотой сразу после того, как вы подойдете к нему со стороны либо парка или со стороны отеля «Новый Петербург». Здесь великолепные фрески, иконы. Ну а мы пока прогуливались, уже наступил у нас вечер, и мы подошли к пруду, который называется «Ольгин пруд». Живописный пруд находится рядом с собором Петра и Павла. Когда-то здесь было охотное болото, оно было осушено, углублено, а на его месте появился искусственный пруд с проточной водой. Названный в честь второй дочери Николая I, великой княгини Ольги. И называется он, еще раз скажу, «Ольгинский пруд». На этом свой обзор мы заканчиваем. Завтра у нас по плану Нижний парк Петергофа. Не пропускайте наши обзоры и всем удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...